приветствую дорогие друзья на очередном уроке по исторической географии прежде чем мы приступим с вами к изучению данного урока я рекомендую вам распечатать конспект подготовить карты которые вы получили в документе потому что мы сегодня с вами будем очень много и плодотворно работать я не буду углубляться сильно в исторический ход событий мероприятий думаю что вы очень много и подробно узнаете обращаю ваше внимание на план сегодняшнего урока мы рассмотрим с вами природные особенности восточной европы географическую среду древнерусского государства то есть с вами поймем почему проживали те или иные народы на той или иной территории географию древнерусских княжеств рассмотрим конечно же затронем монголо татарское завоевание и усиление московского княжества дело в том что мы начинаем наш урок с рассмотрения природных условий восточной европы в которых происходило формирование населяющих ее народов и первоначальных государственных образований география обычно стартует с изучения рельефа водных режимов климата почвенного и растительного покрова главная черта рельефа восточной европы которую нужно принять во внимание для истории страны это его конечно равнинный характер она открыта внешним влиянием со всех сторон восточная европейская равнина она была такой очень благодатной почвой для постоянного смешения культур и вот эти вот воздействия когда сменяли друг друга определили цивилизационные особенности россии и мы не можем отрицать внешних влияний и не можем отводить им решающую роль в истории страны это было бы все таки некорректным на востоке равнины поднимается урал в древности горы служили серьезным препятствием для перемещения населения и навкородские владения подошли к северному уралу и просочились на него уже в начале 13 века но понадобилось еще несколько столетий напряженной внутренней жизни чтобы урал был преодолен и началось освоение сибири между уралом и каспийским морем лежит прикаспийская низменность которую иногда называют уральские ворота и древности через них через вот их вал за валом из азии на европу накатывали кочевые племена и часть которых размещалась при черноморских степях вытесняла и вытесняя скажем так или ассимилируя автохтонное население то есть местные коренные по происхождению на юго-западе равнина ограничена карпатскими горами вот у нас карпатские горы чтобы вы понимали мы видим что у нас есть украина у нее есть за карпатье да часть то есть если в текстах где-то в документах вы это встретите я надеюсь сознание не потеряете часть кочевых орд находила путь на запад через карпатские ворота когда устремлялись в придунайскую низменности дальше в европу на северо-западе равнины в то время лежала обширная зона лесов и болот которая отделяла от балтийского моря и большие лесные пространства отделяли волга-окская между речи то есть между волгой и окой от юго-западной части это нашло свое отражение еще в былинах об илье муромцы мы с вами видим урал у вас в ваших конспектиках обязательно все эти иллюстративные материалы есть важным следствием однообразия рельефа был характер речных систем и бассейнов то есть реки восточная европа они большие полноводные со множеством спокойных небурных притоков вплоть до новейшего времени реки были основным способом движения населения и перемещения грузов летом допустим на речных судах зимой на санях и вот водоразделы рек близки между собой и это позволяло переходить и перемещаться с помощью волока там груза из-под речной системы в другую и обозначение волок и волочок остались конечно в географических названиях и обеспечивался такой наиболее легкий путь сообщения между северной восточной и южной европы и балтика соединялась через реку волхов через нарву и западную двину одни прудон соединяли равнину с черным морем по северной двине они гиппичори шло на соединение с белым морем и северным ледовитым океаном ознакомьтесь пожалуйста с картой где у нас находится западная европа северная южная и восточная это очень важно потому что вы иначе будете путаться мы видим с вами восточная европа у нас зеленый цвет синий цвет северная европа такой вот грязно-розовый западная европа и желтым цветом южная европа очень важные моменты потому что дальше на следующих уроках будет сложнее я не буду уже это показывать я уже буду говорить где именно что находится восточно-европейская равнина открыта холодным арктическим ветрам поэтому большая часть территории восточной европы это зоны континентального климата который характеризуется резкими сменами перепадами погоды исключения лежат лишь на самых крайних оконечностях это как крайне севера практически не имеет лета побережье черного моря имеет мягкий средиземноморский климат благодаря которому на нем издавна собственно размещались греческие колонии римские византийские форпосты и во взаимоотношениях между цивилизованными народами и барбарскими скифами конечно были холодные зимы вообще восточной европы суровее к северу там лето жар лето получается жарче к югу и такой климат в отличие от многих других территорий земного шара позволял получать лишь один урожай в году который подвержен риску каждые четыре пять лет то есть каждые четыре пять лет возможен не урожай ознакомьтесь пожалуйста с основными формами рельефов где находятся горы и чтобы понимать дальнейшие процессы почему люди мигрировали из одной части в другую и наоборот очень важно вспомните пожалуйста урок номер один по исторической географии где мы с вами рассматривали именно эту карту что вам не нужно забывать да такие моменты как что у нас есть север юг запад восток начиная от северных морей полярная зона сменяется таежная которая в свою очередь сменяется зоной смешанных затем лиственных лесов и степными пространствами с более конечно плодородными черноземными почвами зона хвойных лесов с их болотами и торфяниками неплодородными почвами там суглинками и песчаниками каким-то холодным коротким летом природные условия не были благоприятны для земледелия и способствовали скорее собирательству рыболовству охотничьему промыслу и долгое время здесь обитали первобытные финно-угорские племена которые не оказывались или серьезного такого сопротивления пришельцам а главным стимулом для проникновения новых людей в эту зону была охота на пушного и морского зверя поскольку меха рыба и рыбий зуб так кстати рыбий зуб называли старину клык моржа кто время были в принципе это одним из важнейших предметов международной торговли зона смешанных лесов представляла собой огромный треугольник в районе 58 там 85 градусов северной широты и основанием служил это обращенные к польши и прибалтики а вершина у нас обращена курал и здесь преобладали подзолистые почвы которые были очень трудные для тогдашнего земледелия применялись мотыга саха быстро истощение почвы конечно требовало смены полей внесения удобрений и для освоения лесных территорий под земледелие необходимо было расчистка лесов вырубка выжигания таких вот участков обязательно удаление выкорчевывания корней и подсечная система которую мы с вами уже давным-давно изучаем давала урожай в течение там одного-двух лет после чего наступала его резкое снижение и земля спекалась изобильно распространялись конечно сорняки семена не прорастали и это заставляло бросать эти участки переходить к освоению новых участков это у нас уже перелог такая работа требовала конечно коллективных усилий и общиной организации труда и последствия обилия лесов угроза быстрого зарастания кустарниками бедность почвы усугублялись конечно периодами дождей во время созревания и уборки культур но что же заставляло население заниматься земледелием в этой не очень благоприятной для него зоне дело в том что невозможно существование в этот период одновременно земледельческой и скотоводческой культур или со степная и степная зоны лежали у нас на юге восточные равнины и в древности степи были в основном территории перемещения кочевых племен а кочевые племена или их объединение то есть орды могли сильно различаться по своему составу и насчитывали обычно там я не знаю 20 30 тысяч семей могли доходить до 100 200 300 тысяч и больше вместе со всей системой кочевого устройства это что у нас туда входит стойбище шатры и кибитки стада коней какие-то примитивные ремесла и причерноморские степи были особенно привлекательны для кочевников скотоводов и большинство перемещений кочевников было отмечено в кочевниках лишь с началом письменной истории получила название великого переселения народа ну конечно передвижение племен были и раньше и в не меньших масштабах о чем говорят нам данные археологии но в этой зоне делались попытки заниматься конечно земледелием это в основном древнегреческие колонии практиковали но часто земледельцы сметались в результате неожиданных нашествий кочевников ибо грабеж других народов был одним из способов их существования вообще и для дань для дальних походов огромное значение их там конские табуны которые способны ускорять движение кочевых племен и обеспечивать пищу там напитки вспомнить кумыс это кобылье молоко то есть образ жизни кочевников сильно отличался от земледельцев у них были другие какие-то представления времени пространстве об основных жизненных ценностях и основное занятие кочевников это конечно уход за скотом который осуществляли их пленники рабы а также охота и набеги с целью грабежа и захвата пленных то есть кочевники не были привязаны какой-то определенной земли и к систематическому труду это у них такое происходило знаете как сочетание военных походов и праздности другому и не скажешь что касается растительного покрова то у нас присутствовали стость лесостепная степная зона так как в которых были ковыльные травы подножный корм это благодать для кочевых народов поначалу в принципе славяне расселялись между германскими племенами центральной европы финно-угорскими на севере и северо-западе кочевыми на юго-востоке а когда пришли год из севера затем гуны и это так разорвало это обстоятельство разорвало единство славянских племен вызвало их движение на запад и привело к образованию группы западных славян и появлению конечно первых государственных образований а уже с 5 века наблюдается усиление славянского движения на юг юго-запад европы то есть большей частью в пределы восточной римской то есть рамейской империи или византийской древнегреческого названия столицы империи константинополя и это положило начало конечно уже южным славян восточные славяне двигались севера в северо-восточном направлении и 9 веку они заселили огромную территорию которая занимала была находилась от карпат до ладожского озера конечно соприкасались с финно-угорскими племенами часто которые известны по русским летописям под таким обобщающим названием чуть то есть чудные они странные были такие по облику по своей одежде они непривычные для земледельцев славян наиболее плотно заселенной славянами областью была конечно сначала лесостепная зона затем они начали осваивать зону смешанных лесов главным образом речные долины и название восточнославянских племен были как бы привязаны к местам их расселения и отражали этапы их расселения то есть поляне живущие в полях главным образом в районе киева на северо-запад одних на проживали древляне которые жили среди деревьев то есть в лесу их центром согласно летописным известиям был город коростень то есть искорости под днепру южному бугу жили волыняне то есть дулебы бужане уличи тиверцы тиверцы они вообще исчезли под натиском кочевых племен а к северу от полян в районе десны с главным центром чернигов расселяясь северяне болотах вдоль реки припять размещались у нас дреговичи дреговичи это название от слова дрягва то есть болото и за дреговичами по западной двине расселялись палачане с главным городом полоцк в верховьях днепра и волги появились родимичи и кривичи с очень удобный географически расположенным смоленском и от родимичей в районах верхней волги и оки отселились вяч вятичи и летописи упоминают о двух общих предках этих племен родими и вятка вот а в районе озера ильмень вплоть до ладожского озера расселялись славяне ильминские которые основали свою столицу новый город то есть новгород а в районе чудского озера был издревле известен псков вначале он назывался плесков племена расселялись по речным бассейнам и были отделены друг от друга трудно проходимыми лесными массивами болотами но по рекам время от времени общаться между собой все таки возможность была обязательно прорабатывайте все эти моменты с картой атласа только таким образом что постоянной тренировочкой вы запомните вот эти географические объекты если они вам трудно поддаются любые географические объекты части света значит вы очень плохо владеете теоретическим материалом по истории нужно поднажать переход к земледели у славян был ускорен периодом относительного затишья и равновесия в передвижениях кочевых племен и с усилением натиска кочевников условия для распространения земледелия сужались и заставляли жителей оставлять обжитое пространство и уходить глубже в лес и многие орудия труда и домашняя утварь они изготовлялись из дерева и довольно рано появились гончарные производства и примитивная металлургия на базе болотных руд характер существования славянских племен скажем так обусловил особый тип верования предрассудков каких-то суеверий большинство богов из известного нам восточнославянского пантеона чем у других народов он олицетворяли такие вот знаете как стихийные силы природы и не очень развитой выглядела военная мифология в отличие от греков римлян и германцев а в верованиях очень множество всякого рода лесных болотных и речных существ у славянских племен не было жрецов как такой особой социальной касты были волхвы вместо храмов были священные рощи идолы или капище получается что оставаться в лесостепной зоне земледельческому населению можно было при условии надежной конечно защиты и не случайно под днепру и дону их притоком возникает первая цепь оборонительных сооружений городов-крепостей частности киев трудная но не невозможная скажем так для земледелец лесная зона отчасти обеспечивала защиту от кочевых набегов ну и позволяла строить земляные деревянные и весьма даже надежные оборонительные укрепления которые назывались городище которые со временем превращались в города переходим к следующему разделу это географическая среда ремнерусского государства кстати здесь на схеме изображен город изборск путь из варяг в греки был гораздо более удобным чем путь из скандинавии в константинополь который назывался второй рим самый известный после падения пути из варяг в греки мировой центр у славян это царь город царь град через атлантику и средиземная море путь из варяг в греки лежал через балтийское море кустем впадающих в него рек невы нарвы западной двины через них шли своего рода ответвления пути но главный путь через него ладожское озеро волхов озеро ильмень ловать переправу через мелкие реки и волоки к истокам днепра затем по днепру в черное море и константинополь другой путь через западную двину также через нару чудское озеро реку великое был несколько труднее но хорошо известен средний века а в центре восточной европейской равнине существовала возможность выхода в аку и волгу а по ней лежал путь конечно в каспийское море это сообщение и торговля с востоком теперь немножечко обратимся к истории вспомним о призвании рюрика в восемьсот шестьдесят втором году обязательно находим новгород и где княжи ли по легенде его братья синеусы трувар влады и в бело озеро и и изборске обязательно нужно знать эти географические объекты у нас здесь обозначен торговый путь из варяг в греки то есть вы это все должны вспоминать непосредственно берете легенду атласа и проходите по всем географическим объектам только ваша насмотренность только ваша регулярная насмотренность поможет вам систематизировать изученный материал на уроках истории и попытаться выполнить задание с карты что касается правления олега мы смотрим что мы по днепру спустился с дружиной в киев сверх а скольда дира вспоминаем киев прям становится столице и после его смерти престол перешел к сыну рюрика игорю большой урон киевскому княжеству нанесли угры то есть венгры которые ушли в придунайскую низменность и с нижней волги на русь нападали хазары а сначала десятого века ее стали конечно беспокой племена печенегов как мы с вами помним и борьба с ними составила первоначальную такую героическую страницу древнерусской истории нам с вами нужно знать как менялись границы древнерусского государства 862 882 980 то есть приходом каждого правителя у нас территория либо расширяется либо сужается потому что допустим в ходе каких-то сражений мы проигрываем и у нас скажем так отжимают земли до середине десятого века киевские князья в основном конечно покорили независимые восточнославянские племена затем киевский князь святослав совершил поход в землю вятичи и финал горских племен он прошел основательно со своей дружиной по волге обрушился на волжских болгар разгромил хазарский каганат святослав согласно летописным свидетельствам был очень таким ярким воплощением военного вождя то есть территориальной экспансии киевской руси чем-то напоминая варварских предводителей наводивших ужас на европу и дружина святослава перешла дунай на территорию заселенную болгарами здесь здешние болгары к тому времени были сильно ассимилированы южными славянами и болгарские владетели находились в вассальной зависимости от византийского императора конечно святослав намеревался прочно обосноваться там он говорил что не хочет оставаться в киеве хотел потом сделать город перья славец на дунае своей новой столицей но из летописи мы знаем что сюда сходятся все богатства такие как золото шелка вина фрукты из греции серебро и лошади из венгрии богемии чехии то есть да а из руси меха воск мед рабы и только армия императора иоанна цемисхия положила конец этим завоевательным планам получил конечно почетный мир святослав он возвращался на русь но на обратном пути в киеве был убит печенегами и из черепа столь именитого воителя печенежский вождь согласно обычаям кочевников сделал позолоченную чашу и пил из нее на перах произнося фразу пусть дети наши будут такими как он в период когда существовало великое маравское княжество а это начало 10 века потом оно было разгромлено уграми то впоследствии миссионеры кирилл и мефодий они распространили христианство среди славян вспомните они придумали кириллицу то есть на основании славянского языка они разработали церковно-славянскую письменность церковь конечно старалась приспосабливать традиционные какие-то языческие праздники к новым христианским а образы святых пророков привязывались к образом прежних языческих богов например образ ильи пророка имел явно конечно языческие черты если будет интересно загуглите при ярославе мудром у нас появляются школы развиваются ремесла памятники древнерусского письма и налаживаются связи со странами европы вспомните из курса истории что конечно благодаря династическим связям его детей и его конечно лично далее мы с вами рассмотрим географию древнерусских княжеств и земель идея конечно восточнославянского единства глубоко не проникла в сознание жителей отдельных территорий и очень слабо поддерживалась языком религии внешней какой-то опасностью со стороны кочевников поэтому в принципе причины распада единого киевского княжества они вполне себе закономерны и очевидны что касается хозяйственного строя древней руси то есть оставались отдельные общие черты как хозяйственного строя на руси хотя натурализация сельского хозяйства вызывала к жизни локальные какие-то особенности княжеств и земель под влиянием географических условий и роста населения то есть общая численность жителей всех древнерусских земель к началу 13 века оцениваются ученым где-то примерно в 7 миллионов человек очень частыми были голодные годы болезни эпидемии практически непрерывные военные действия и опустошения но тем не менее население увеличивалось быстрее чем объем основных земель и по этой причине население вынуждено было искать новые формы земледелия трехпольная система это у нас яровой зимы клин пар они содержали элементы севооборота есть позволяла почти вдвое увеличить урожайность по сравнению с подсекой и перелогом по люди начинает сменяться у нас оброком регулярным взиманием натуральных податей появляются погосты то есть места куда наезжал гостить князь для сбора дани как правило один-два раза в год позднее погостами стали называться отдельные отселения церкви кладбищу то есть все трансформируется все видоизменяется конечно же растут феодальные владения а именно княжеские и боярские вотчины к боярам относились бывшая племенная знать и княжеские дружинники которых князь награждал за службу землей и хозяйство во владениях велось преимущественно с помощью применения труда рабов в отличие от труда остальных свободных общинников и в летописи у нас упоминается около 300 городов там крупных мелких и каждый город имел укрепленную часть которая называлась детенец и кремль где за земляным валом и стеной жили князева и его слуги города строились из дерева наиболее богатые жители это такие как бояре купцы они жили в своих усадьбах такие вот дворы вместе со слугами дворскими какими-то дворянами челядью дома украшали деревянной резьбой не часто но тем не менее это уже присутствовала и в каждом городе имелась такая торговая площадь число купцов которые назывались у нас гости составляла несколько тысяч а ремесленников несколько десятков тысяч и купеческое ремесленное население проживало в посадах которые имели свои стены и укрепления которые назывались палисады посады могли делиться на слободы и сотни посадами раньше назывались у нас города ремесленники чаще всего селились по профессиям такие как гончары и кузнецы и кожевники сапожники ткачи а к 13 веку уровень ремесла был очень так скажем достаточно высоким кстати большинство жителей обувалось не в сапоги как мы с вами сейчас видим а всплетенные из липового лыка лапти и отсюда пошел конечно название лапотная русь летописи конечно довольно часто упоминают о перах князей и одновременно свидетельствуют о развитии кулинарного искусства широко использовалась добыча и ловля дичи охотичья потеха то есть травля зверей составляла одну из существенных черт образа жизни населения древнерусской знати что касается каменного зодчества здесь конечно иллюстрация у нас из дерева чтобы вы могли иметь отличительные особенности начинают нас приглашаться мастера из греции болгарии перенимание опыта первое на сооружение не церковного светского каменного зодчества это золотые ворота в киеве и владимире дворец князя андрея боголюбского то есть вы должны еще обязательно изучить культуру пусть не досконально но хотя бы поверхностно чтобы иметь представление что где и каким образом находится потребность конечно в соли чаще всего удовлетворялась поставками из галицкой руси и получается что с ослаблением византии падением константинополя который в 1204 году взяли крестоносцы южное направление внешней торговли у нас сменяется более тесными торговыми связями западными и восточными странами а это конечно же способствовало развитию тех княжеств и земель которые лежали на этих торговых путях в середине 11 века при черноморских степях появились половцы это такие вот новые многочисленные кочевые племена тюркского происхождения в борьбе с ними началась отчаянно такая борьба за выживание княжеств которые были расположены в лесостепной зоне и в 1093 году половцы причинили страшное разорение киеву многие жители были истреблены многие угнаны в рабство и они подверглись последствиям опустошения то есть утраты крова хозяйства и голодной смерти и недолгое объединение русских князей против половцев при владимире мономахи в начале 12 века позволило несколько оттесничка оттеснить скажем так кочевников но после его смерти половецкие нашествия стали настоящим бичом для южных княжеств таких как киевского черниговского переславского своих междоусобицах князья конечно также прибегали к помощи кочевников киев постепенно приходил в упадок в середине 12 века местности вокруг киева и чернигова отмечаются в источниках как такие вот пустынные то есть население уходило в лесные районы на северо-восток и это способствовало усилению княжеств которые возникали на этой территории прежде всего речь идет о ростово-суздальской то есть владимиро-суздальской земле соответственно падало значение великого княжения в киеве и центр хозяйственной и политической жизни смещался он с северо-восточную русь в район верхней волги другая часть населения уходила в направлении карпат там усиливалась галецко-волынская земля борьба за великокняжеский стол в киеве еще сохраняла свое значение являлась таким предметом длительных междоусобиц князей но с развитием дома рюриковичей родственные связи конечно же слабели брат шел на брата сын на отца племянники на дядьев и летописи почти под каждым годом упоминают о походах князей каких-то неизбежных спутниках враждебных действий там разорение насилия пленение жителей мародерства вот в 1169 году владимир осуздальский князь андрей боголюбский он взял киев и учинил там погром то есть приобрел такое великокняжеское достоинство но в городе не остался это был такой знаменательный поворот в истории древней руси и который свидетельствовал об утрате ведущей роли киева и это послужило основанием новых великих княжей и за опустошенными половцами землями около киева конечно закрепляется название украина то есть окраина конечно наиболее сильным в хозяйственном политическом отношении было владимира суздальская княжества которая располагалась в волго-окском между речи в северо-восточной руси издавна были известны такие города как ростов суздаль муром рязань которые положили начало новым княжением и в этом районе лесные массивы разрывались участками с более плодородными почвами и более благоприятными для земледелия и они были известны как ополья владимирская и рязанская вспомните что уже великий князь киевский ярослав основал именно в этом районе ряд новых центров которые играли очень важную роль на верхневолжском торговом пути владимир мономах построил владимир на клязме то есть притоке аки и он стал центром ремесла и торговли и вступил в соперничество со старыми городами таким как ростовом и суздалем и большую роль в укреплении северо-восточной руси играли конечно местные князья князь юрий который был прозван долгоруким за такое стремление к захватам он основал целую плеяду новых городов вспоминая москва дмитров переславль юрьев который находился в центре владимирского ополья юрьев опольский позже он будет называться юрьев польский еще конечно целый ряд других городов но большинство географических названий конечно остались финно-угорскими тем самым отражают направление славянской колонизации переселения того времени были такими компактными целыми родственными общинами и позволяли ассимилировать местное население отдельные народы были полностью поглощены славянами такие как мещера меря мурома и оставили следы только в географических названия своей какой-то градостроительной деятельностью покровительством ремеслом искусством отличался конечно у нас князь андрей боголюбский но наибольшего могущества северо-восточная русь достигла при все владе большое гнездо это великий князь владимирский феодальной зависимости от которого находились другие княжества северо-восточной руси такое как муромская рязанская и территориальное расширение владимира суздальского княжества шло конечно восточном и северо-восточном направлении на востоке она столкнула с волжской болгарией господствовала волга-укска между речи это собственно говоря обеспечила выход к месту слияния океи волги и там же 1221 году был основан нижний новгород это важнейший стратегический пункт а на севере территории владимирского княжения распространялась на племена которые населяли район районы рек сухоны вычигды и северной двины и здесь интересы княжества конечно же столкнулись великим новгородом великий новгород занимал очень выгодные географические позиции в бассейне близком к балтике в жизни новгорода большую роль сохраняла вечи это общее собрание жителей города для решения наиболее важных вопросов общественный строй получил конечно характер феодальной вечевой республики то есть господина великого новгорода князьям которых сажали в киеве главным образом отводилась роль предводителей дружин в защите внешних рубежей новгородской земли и более значительную роль чем князь в жизни новгорода играли избираемые на вечи посадники и тысячи как правило их избирали из местных бояр которые рядили судили решали вопросы местного управления но основное место в экономике новгорода конечно занимали торговля и ремесла и в первую очередь которые были связаны с обработкой дерева и деревянным строительством от того жителей новгородской земли в деревне русин конечно называли нередко плотниками и все-таки важнейшее место занимала торговля новгорода западными странами конечно преимущественно торговали они мехами и новгород находился в тесной связи с ганзой то есть таким торговым объединением европейских городов в районе балтийского и северного морей в самом новгороде постоянно существовала колония иностранных купцов и вот это вот погоня за мехами конечно лежала в основе новгородской территориальной экспансии но по своему устройству новгород делился на пять концов и каждому концу примыкали пятины в различных направлениях которые выходили за пределы города и определяли дальнейшее расширение новгородской земли но уже в конце 11 века новгородцы осели на побережье белого моря они приникли в район реки онегии печоры каменному поясу который так раньше назывался урал основанные ими здесь поселению положили начало конечно поморью район с особым укладом жителей поморов они тесно связаны с рыболовством прибрежным морским промыслом охотом охотой на тюлени моржей белых медведей и прозвищем поморов на было это маржи еда еще естественно что новгородцы приходили с такое соприкосновение с местными племенами такими как зыряне такоми самоеды это ненцы печоры югры они обложили меховой их данью и вот действия отдельных отрядов носили конечно откровенно разбойничий характер передвигались они по рекам на легких лодках ушкуях они грабили коренное население их называли ушкуйники и довольно часто поселение ушкуйников служили такими форпостами новгородской колонизации такими своеобразными факториями где порой за пустячными такими предметами они выменивали у местных жителей ценные меха то есть скажем так мягко говоря дурили их как могли примерно также шло продвижение новгородцев на север в земли вепсов карелов лопарей сами еще их называли здесь новгородские владения тоже вышли на побережье нынешнего баренцева моря и в западном направлении экспансия новгорода конечно сдерживалась довольно острыми столкновениями с прибалтийскими племенами там важную роль в обороне русских рубежей играл конечно город псков он младший брат новгорода город с таким же вечевым строем ремеслено купеческой жизни то есть они очень однотипные похожи но к началу 13 века новгородцам псковичам пришлось встретиться с гораздо более опасным противником и из благословения потому что вспоминаем папы римского для подчинения колонизации прибалтийских племен и славян соответственно распространение католицизма были призваны военно-монашеские ордена наподобие тех что играли такую ведущую роль в крестовых походов на востоке и в испании в период в период реконкисты и на территории нынешних латвии и эстонии появился орден меченосцев с планами дальнейшего наступления на русские земли помним огнем и мечом насаждавший истинную веру то есть католицизм и в хозяйственной жизни новгорода было слабое место это конечно земледелие которую в силу природных каких-то условий не обеспечивала потребности жителей в хлебе это ставило новгород в зависимости от владимира суздальской земли взаимодействовал вот этим тесным торговым связям новгородцем с северо-восточной руси новгородские купцы которые назывались гости были очень хорошо знакомы местным жителям и важным торговым центром на торговом перепутье стал город торжок и к тому времени в новгороде распространилась практика приглашение князей с их дружинами и заключение договора то есть ряда с князьями которым ограничивали их полномочия ну естественно что чаще всего на эту роль стал претендовать княжеский дом владимира суздальской земли которая имела гораздо более обширные цели чем военные и это приводило к таким довольно частым острым столкновением взять андрея боголюбского например он безуспешно штормовал новгород с целью подчинить его своей воле и конечно потерпел поражение как нам свидетельствует летопись пленных суздальцев было столько что их продавали в рабство за бесценок а в 1216 году новгородцы во главе с князем наемником было довольно таки немало вот мстиславом удал им в битве на реке липец и недалеко от юрьево польского победили объединенное войско князей владимира суздальской земли то есть эти столкновения с новгородом оставили такой серьезный след в исторической традиции называемой как битвы суздальцев с новгородцами но в руках владимира суздальских князей конечно оставалось мощное оружие возможность перерезать новгородской земле пути снабжения хлебом поэтому военные победы мало что меняли в характере сам самой зависимости и над новгородом постоянно висела угроза голода и вот частых голодных годах сообщают новгородские у нас летописи вот вспомните если что в 1230 году упоминалось например о страшном голоде когда люди как звери пожирали друг друга питались мертвичиной трупами лошадей собак кошек к югу от новгорода и западу от владимира суздальской руси на верхнем течении днепра лежала смоленское княжество смоленск сохранял свое значение как крупный торговый и ремесленный центр он был посредником в торговле с западом то есть с годским берегом но к началу 13 века это княжество как и другие дробилось на уделы и тот же процесс был характерен для западных и южных русских княжеств их история сегодня в основном принадлежит ныне независимым белоруссии и украине поэтому не будем ее касаться подробно отмечу лишь то что этим княжеством пришлось столкнуться с растущей экспансией польши венгрии и литвы на территории которой складывалось древнелитовское государство жизнь конечно южно русских княжеств проходила также в постоянной борьбе с нашественными половцев дробление княжеств какие-то бесконечные раздоры между князьями они конечно нашли свое отражение в таком замечательном памятнике древнерусской литературы который называется слово о полку игореве это рассказ о неудачном походе новгород-северского князя игоря в половецкие степи в 1223 году в черноморских степях появился передовой отряд монголо-татарских завоевателей против него выступила объединенное войско русских князей и половцы в степях на речке калки конечно не бедолажки потерпели страшное поражение монгольское войско выполнила свою разведывательную миссию и ушло на восток и это стало таким предвестником событий вскоре которые потрясут всю европу сейчас мы с вами рассмотрим образование расширения московского княжества дело в том что тема да объемная но тем не менее запаситесь небольшим терпением я надеюсь что вам будет история более понятно благодаря этим уроком так финале конце 12 века в центральной азии сложилась держава чингисхана которая объединила разоренные кочевые племена и основными из которых были конечно монголы чингисхан мечтала мировом господстве приступил к обширным завоеваниям первыми жертвами его завоевательных походов стали северный китай государство центральной азии затем чингисхан обрушился на державу харизмшахов которая занимала среднюю азию иран часть нынешнего казахстана завоевания продолжались при преемниках чингисхана и монголо татары появились в волжских степях постепенно начали приближаться к границам руси в это время русь была раздираема княжескими междоусобицами для монголов все наилучшим образом складывалась 1236 году разноплеменная орда численностью примерно в 100 тысяч семей который который возглавлял внук чингисхана бату на руси вспоминаем мы его называем батыем они обрушиваются на волжскую булгарию а уже зимой 1237 года появляются в пределах рязанского княжества и начинается их завоевательный поход в северо-восточной руси зима не стала конечно серьезным препятствием для монголо татар нужно понимать что монгольские войска они выросли в суровых условиях степей пустынь у них были очень выносливые лошади успешно они преодолевали сугробы находили подножный корм под снежным покровом и вот зимой 1237-38 году дружины всех местных князей были разбиты по одиночке они были разорены и превратились в пепелище известные города часть жителей была вырезана другие подверглись страшным насилием многие уведены в плены проданы в рабство то есть горе и плач стояли по всей земле а вот в поисках безопасности население которое осталось они ну стремилась укрыться подальше в лесах на север уходили от наезженных путей подальше прятались потому что по этим путям следовали обычно завоеватели люди максимально хотели от них дистанцироваться и вот весной 1237 года татаро-монголы двинулись на новгород но весенняя распутица превратила подступы к новгороду в непроходимые болота орда была вынуждена повернуть на юг к тому же она была изрядно уже потрепана в непрерывных сражениях и конечно они нуждались в восстановлении сил потому что вспомним да у нас была еще особенно упорная была оборона города козельска которая нанесла такие потери завоевателям что они назвали его злым городом когда залечили раны они в приволжских степях собрали новые силы туботы в 1240 году обрушивается уже на южную руль они везде наносят великое разорение и опустошение когда они разоряют южно-русские княжества орда двигается дальше в европу но здесь успехи орды были остановлены потому что происходили непрерывные сражения что мы осады замков и городов был недостаток снабжения и корма для скота и явно это все пришлось не по нутру завоевателям они вернулись в ставшие родными уже волжские степи и решили обосноваться там надолго и объявили о создании золотой орды то есть ставкой батыя стал сарай примерно на месте прежней столицы хазарского каганата находится и тили и территория русских княжеств и земель стал объектом ближайших притязаний золотоордынских ханов но повсюду были разосланы наместники которые назывались баскаки с войсками и численники для подсчета населения наложения дани дело в том что вот эти дани в орду и содержание наместников были очень обременительными они вызывали сопротивление и восстание среди местного населения и были очаги которых очень жестоко они подавлялись большинство князей были вынуждены признать вассальную зависимость от хана и особенные страдания конечно причинял угон в рабство юноши и девушек таких строптивых князей ордынцы заменяли своими ставленниками потому что князья должны были получать ярлык право на княжение в орде они подвергались этому этому вот скажем так унизительным процедурам и так на территории русских княжеств и земель установились монголу установилась монголо-татарская инга влияние нашествия конечно измерялось не только огромными размерами бедствий разорений нанеж тяжелый урон населению хозяйства культуре древней руси последствия ощущались долго нашествие раскоула некрепкие связи княжеств и земель окончательно южные и западные князья чаще стали смотреть в сторону усиливающихся литвы и польши чтобы избавиться от унизительной зависимости от орды от татарских набегов они переходили в ассальную зависимость от великого князя литовского или польского короля свою очередь население северо-восточной руси конечно устремлялась дальше в леса на север и так было положено начало образованию великорусской украинской и белорусской народности и в несколько особым таком положении в период завоевания была христианская церковь завоеватели были довольно терпимы к различным религиозным верованиям и не вмешивались в ее дела и церковные проповеди о божьей карии наказание за грехи осмирение терпение вполне устраивали ханских наместников хотя церковь была настроена ну скажем так недоброжелательно к язычникам агарян то есть получается что религия значила очень многое для осознания общерусского единства период в принципе монголо-татарского нашествия у нас совпал с натиском на новгород шведов и ордена меченосцев однако новгородская дружина во главе с приглашенными северо-восточной руси переославским князем александром нанесла в 1240 году поражение шведскому войску на неве и за это александр получил свое знаменитое прозвище невский и уже в 1242 году также александром невским на чудском озере был разбит передовой отряд рыцарей ордена меченосцев эти события в принципе считаются переломными для отражения экспансии католицизма ну а александр невский был у нас канонизирован православной церковью новгород хотя и не пострадал от монголо-татарского нашествия но был вынужден признать свою вассальную зависимость от орды и как все княжества северо-восточной руси платить дань в 13-14 веках северо-восточная русь по всей видимости у нас достигает предела феодальной раздробленности и появляется все больше удельных княжеств вплоть до самых мелких такие территории которых связывается с понятием там уезда то есть такого пространства которое ограничивалось одним днем конного пути скажем так для осуществления княжеской юрисдикции над отдельными волостями и селениями нельзя не обратить внимание на тот факт что усиливаются не старые центры такие как владимир ростов судаль разань муром а новые к примеру тверь москва ярославль кострома нижний новгород и главной причиной возвышения москвы считается географический фактор где-то говорят о хитроумной политике московских князей но надо учитывать стечение многих обстоятельств которые объясняют то что объединение русских земель все четче и четче связывается с москвой но в результате нашествия произошло известное перераспределение жителей во первых упало значением городов и возросла роль сельского населения а но в свою очередь стремилась селиться там где было спокойней то есть в стороне от старых путей которым которыми следовали ордынцы для своих набегов избора дани во вторых натуральное сельское хозяйство и в этих районах сохраняла свои специфические черты и не могло занять все население поэтому требовалось разделение труда обмена а это значит что нужно было развивать ремесла развивать торговлю и это вело к образованию новых местных рынков влияние которых выходило за пределы удельных княжеств то есть москва первоначально представляла обычный удел и небольшой какой-то укрепленный город выделенный александром невским своему сыну даниил и историография в частности ключевский изображают первых московских князей в довольно непривлекательном свете представляет их такими скопидомами и крохоборами князья конечно характеризуется как вероломные изворотливые хитрые и все эти черты как бы списываются с образа ивана калиты да то есть калита вспоминаем это кошель с деньгами который привязан к поясу а иван калита у нас считается основателем будущей великой державы безусловно когда процессы которые происходили в хозяйственных политических отношениях они были еще достаточно скажем так выражены несли какой-то субъективный фактор дело в том что ивану калите путем интриг удалось получить от хана ярлык на великое княжение и право собирать дань во рту с русских земель но следует учесть и другие стороны что калита обнаруживал свойства весьма рачительного хозяина он стал богаче других князей и прикупал себе новые волости он конечно разорял и губил другие княжества но на землях москвы было все спокойно и туда же под руку московского князя стало стекаться население и сам калита становится московским великим князем который к себе этот титул приписал великого князя владимирского да растет население княжества он ввел скажем так его к развитию новых хозяйственных каких-то форм то есть прежние формы земледелия там подсечная система и перелог не оправдывали себя и как известно брошенная после возделывания земля постепенно снова зарастает лесом в течение там 10-15 лет но в отличие от каких-то смешанных лесов в них преобладает береза осина орешник и такие леса назывались пашинами то есть и размеры прежней хозяйственной практики говорили о том что на территории волго-окского междуречия преобладают леса этого типа и получилось что на смену прежним формам земледелия приходит трехполье появляются новые какие-то земледельческие орудия в частности железный плуг еще весьма примитивный был но тем не менее конская упряж в частности хомут они позволяли шире использовать для вспашки рабочих лошадей в результате увеличивалась скорость и производительность при обработке земли и стали применяться органические удобрения как навоз переход к новым формам хозяйства вызвал новые формы расселения в виде каких-то таких вот постоянных деревень и сел многие из них известны из названий нынешних подмосковных городов и сел а к началу 16 века на основной территории московского княжества на долгие годы вперед утверждается трехполье как главная система земледелия и слабое развитие городов компенсировалась такой концентрации ремесла и торговли самой москве и число жителей москвы очень быстро росло за счет этого правда чума которая поразила европу в середине 14 века она конечно дошла и до москвы и нанесла знаете такой значительный урон ее жителям и не оставила в стороне и до московских князей то есть чумная эпидемия свирепство в московском княжестве эпидемии чумы как правило следовали вместе с ростом скучности населения когда население становилось все больше то чума разрасталась по мере усиления москвы обозначилась тенденция к централизации то есть такому сосредоточению в ней различных административных хозяйственных политических функций управления территориями то есть москва постепенно становится одним из самых больших городов европы и вызывало это постоянную тягу к себе население причины высокой централизации и концентрации населения в москве очень такие характерные вплоть до настоящего времени они корнями уходят во времена монголо татарского ига какие могут быть это относительно безопасности более широкие возможности существования то есть в москве складываются крупные ремесленные образования появляются колонии купцов до сих пор название московских улиц напоминают нам об этом и периоды дружественных отношений с ордой ханское покровительство не тоже способствовали ожили оживлению такому торговли с востоком купеческим кварталом становится китай город и в источниках имеются сведения о гильдии купцов с урожан которые имели связи с крымом и обосновавшимися там генуэзцами середине 14 века такой это собирательский период в истории москвы стал приносить свои плоды когда усиливалась москва то там начали обосновываться митрополиты которые с падением киева скитались по различным стольным градом и москва становится религиозным объединяющим русским центром вспомнить если великого князя московского симеона гордого он еще добавил к своим титулом и титул князе всей руси очень скромно о себе так заявил и не стоит московских князей мазать одной краской потому что внук ивана калиты князь дмитрий иванович объединил целый ряд княжеств и земель и выступил против орды и продемонстрировал редкое мужество и под его началом русская рать собралась в коломне вспоминайте они выдвинулись в верховье дона в 1380 году они одержали знаменитую победу над голо татарами на куликовом поле и князь дмитрий стал героем общерусской традиции получил прозвание донской куликовская битва не принесла освобождения от иго через два года ордынский хантах тамыш вспоминаем снова покорит русские земли и разорит москву и и что нам это показывает что татар объединенными усилиями можно побеждать и это сделало москву знаменем борьбы и символом пробуждающего национального сознания и несмотря на сохранение прежней зависимости москва продолжала усиливаться продолжала расти как снежный кон в то время как орда клонилась к упадку и в 1392 году к московскому княжеству был присоединен нижний новгород и это событие ознаменовало выход княжества к важному стратегическому пункту да то есть слиянию реки оки и волги но пока существовала угроза с юго-востока основное направление колонизации шло на север где издавна были новгородские владения и в середине 14 века в новгородские ушкуйники основали колонию на реке вятки и они отделились от новгорода и образовали свою феодальную республику которая известна как вятская земля в борьбе новгороды москвы за северные земли к победа конечно москвы была предрешена раньше чем москва начала усиливаться тверь известно что город не так уж сильно пострадал от нашествия татар потому что имел очень удобное расположение такое промежуточное положение на волжском торговом пути между новгородом и востоком это способствовал усилению княжества и тверской князь ярослав который брат александра невского сменил его в качестве великого князя владимирского и к началу 14 века тверь окрепла настолько что сделала попытку сбросить монгол монголо татарская но выступление тверчан было таким преждевременным их восстание в 1325 году было жестоко подавленным монголом при участии войск московского князя ивана калиты при этом конечно тверскому княжеству был нанесен огромный урон и эти события надолго врезались в историческую память народа если вспомнить по сощелкание тверь оказалась ближайшим соседом новгорода и великого княжества литовского и в 14 веке новгород сохранял свое экономическое политическое могущество он играл огромную роль в обороне северо-западных рубежей русских земель служил таким вот посредником в связях с западом и жители новгорода традиционно выделялись на руси более крепким хозяйством более высоким уровнем культуры и образования и примерно в то же время наблюдалось в отделившемся от новгорода пскове да и вместе с тем постепенно обнаруживались признаки их ослабления и возрастания зависимости от литвы которая тяготела боярская знать этих городов великое княжество литовское особенно усилилась 14 веке при гдемине и эль герде подчинили они себе западное и южно русские княжества присоединили присоединение вот этих вот русских княжеств конечно наложилось серьезный такой отпечаток на литву и на первых порах это выразилось в распространении русского языка культуры православия и наряду с гидеминовичами в качестве скажем так соперничающей династии у дельных князей были рюриковичи и одновременно в литве возрастало польское влияние то есть в 1385 году литовский князь гайло стал польским королем и с этого времени начался процесс колонизации великого княжества литовского и насаждение в нем католицизма поскольку большинство русских удельных князей и некоторых литовских оставались верными православии это вносило довольно такие острые противоречия во внутренний строй польско-литовского государства в том что с 14 века жизнь церкви ознаменовалась значительными изменениями и первые монастыри на руси возникали в основном в городах на пути из варяг в греки и с усилением феодальной раздробленности каждый князь стремился иметь у себя монастырь до монгола татарского нашествия в древней руси было известно около 70 монастырей которые располагались феодальных центров но с 14 века распространяется такое явление как пустынничество то есть основание новых монастырей пустыней и скитов в отдаленных каких-то безлюдных районах и в короткое время их появилось более сотни вот если вспомнить жития русских святых они повествуют нам о подвижничестве и миссионерской деятельности отшельников они распространяли христианство среди местного населения основание монастырей способствовало хозяйственному освоению территории и получается что шло оно по цепочкам то есть от главного отпочковались все новые пустыни и основной район монастырей в 14 15 веке это за костромой до верховья в северной двины они получили название русской фиваиды фиваида это местность в египте недалеко от города фивы где во времена раннего христианства селились отшельники получается что монахи троицево сергиево монастыря положили начало освоению 13 новых монастырей и при этом довольно быстро происходило искажение пустыни их обмерщение обрастания хозяйством которые вели монахи и селились возле монастырей крестьян и монастыри становились крупными такими землевладельцами пустынники шли конечно дальше на валаамский архипелаг ладожского озера кольский полуостров на соловецкие острова в белом море но повсюду повторялась одна и та же картина постепенно на монастыри и обители московского княжества был распространен единый устав и этот устав определял характер землевладения то есть хозяйственную и религиозную жизнь и это конечно же внесло свой вклад в процесс централизации земель и очень быстрыми такими темпами росло богатство монастырей за счет княжеских пожалований каких-то вкладах приобретений прочих изменился характер миграции населения если прежде выходцы из других районов селились такими компактными массами какими-то такими вот родственными общинами то теперь их проникновение на новые территории шло как бы тонкими такими струйками начали переселяться семьями в связи с этим процесс ассимиляции коренного населения конечно же замедлились коренные обитатели в общем довольно мирно уживались с пришлым населением постепенно приобщались к христианству но сохраняли какую-то свою идентичность что у нас происходит с новгородом а новгород постепенно теряет свои позиции на севере потому что деньги и дух торгового предпринимательства приводили к искажению вечевого строя то есть социальное расслоение вело к тому что боярско-торговая верхушка сосредотачивает все нити власти и среди нее усиливались прозападные какие-то настроения и желание защититься от москвы при помощи польско-литовского короля и новгородское войско начинает терять свое былое мужество боевитость какую-то и из источников нам известно что в 15 веке те новгородцы которые привыкли к сытой такой вот размеренной торгово-ремесленной жизни с трудом взбирались на коней то есть все меньше были способны постоять за интересы господина великого новгорода и вопрос о присоединении его к москве становился лишь делом времени что касается феодальной войны второй четверти 15 века она вызвана конечно же династическими распрями московском княжестве она сопровождалась татарскими набегами задержала на объединении централизацию княжества но с утверждением на московском великом княжеском столе в 1462 году ивана 3 эти процессы приобретают необратимый характер потому что в семидесятых годах 15 века новгород был окончательно присоединен к москве ликвидирован его вечевой строй и часть новгородских жителей переселена на территорию московии вслед за новгородом объектом притязаний москвы стала тверь было также покончено и самостоятельностью вятской земли получается что границы московского княжества приблизились к уралу и с конца 15 века активную роль в его освоении начинает играть купеческая династия строгановых они из поморов и эта династия занималась торговой и промысловой деятельностью и основала в районе целый ряд новых городов там соль камская соль вычеготская тоже патлас просмотрите пожалуйста получается что одновременно иван третий бросает вызов золотой орде и в 1480 году он не вступая в битву в результате стояния на реке угре вынудил хана отступить тем самым завершилась 240-летняя ордынская ига и после этого стал вопрос о русских княжествах и землях которые входили в состав великого княжества литовского и раньше там аж неудельные князья они согласны с политикой полонизации и близкие москве по языку религии там культур стали все чаще выбегать из литвы под под руку московского князя а при иване третьем начался процесс присоединения к московскому княжеству одного за другим у дельных княжеств которые находились по реке десне и днепру но этот процесс оказался таким длительным и он протекал почти в непрерывной борьбе с польско-литовским государством при иване третьем по традиции называемым великим территория московского княжества расширилась в несколько раз она стала самым крупным по территории государством европы приобрело такую весомую роль международных делах и в москву устремились посланцы европейских государств они стали сели то есть стали селиться иностранцы и когда женился великий князь на племяннице последнего императора византии с династии палеологов зои в москве она стала софьевна она делала московскую русь наследницы и носительницы традиции византии которая прекратила свою свою историю после османского завоевания падения константинополя в 1453 году то есть внешним проявлением роста могущества московского князя стало оформление его резиденции вспоминаем это кремль он был обнесен новыми каменными стенами украшен великолепными памятниками зодчества в сооружении которых приняли участие итальянские архитекторы укрепляются международные связи русские купцы все чаще и чаще появляются в различных странах и накануне присоединения к москве твери тверской купец афанасий никитин вспоминаем совершает путешествие в индию и она становится у нас известным благодаря оставленным им запискам хождение за три моря и объектом территориальной экспансии московского князя стали также восточная и юго-восточное направление и золотая орда явно клонилась к упадку и первым из ее состава обособилась крымское ханство которое в 1475 году признала свою вассальную зависимость от турецкого султана крымское ханство усилилось и в какой-то мере заменила собой даже золотую орду в восточной европе потому что полчища крымских татар совершали тоже опустошительные набеги но благодаря дружественным отношениям ивана третьего и крымского хана менглигерея главное направление набегов конечно пришлось на украину которая входила в пределы литвы и польши но после этого распространялась в разных направлениях вся территория которая находилась в пределах досягаемости набегов крымского хана стала настолько опасной для проживания и настолько пустыны что за ней закрепляется название дикое поле в начале 16 века золотая орда у нас окончательно распадается на ее территории образовался целый ряд независимых ханств то есть распад золотой орды сопровождался переходом населения от кочевого образа жизни к земледелию и это было характерно для средней волги и и притока камы где на основе смешения разных народов там таких как татары мордва чуваши черемисы ватяки образовалась казанское ханство но наиболее было близко к московскому княжеству то есть правление ивана третьего у нас характерно не только значительным расширением московского княжества но и стало временем централизации русских земель вокруг москвы то есть фактически при ванне третьем сложились основы административного управления то есть приказы хозяйственное политическое устройство будущего русского государства и сначала стеснялись права местных феодалов путем ограничения их внешних отношений затем изымаются функции управления такие как суд торговые привилегии ну и это конечно выразилось в попытках распространить на территорию княжества единое законодательство единое суда и производства какое-то единое денежное обращение порядок наследования наделение землей податного обложения то есть северо-восточная русь это территория великого княжества владимирского и московского великого княжества она становится тем ядром которая как бы служила моделью дальнейшего объединения централизации и удельные князья должны были вступать в более тесные служебные отношения к московскому великому князю вот эти вот намеченные тенденции иваном третьим продолжились при его предемнике василий третьим при нем к московскому княжеству были окончательно присоединены псков и рязань очень важное значение имело присоединение смоленска это тот город который играл исключительную стратегическую роль на западных рубежах московского княжества усвоение византийства нашло отражение в идеологии москва-третий рим то есть два рима пали москва-третий рим а четвертому не бывает то есть до сих пор популярны эта тема среди сторонников российского великодержавия и вот так вот в течение примерно двух веков в результате неустанной такой вот деятельности московских князей в восточной европе таких каких-то сходных природных условиях вырабатывались общественные связи формировались сходные социальные типы складывался образ жизни и какие-то специфические черты русской народности со времен иго наметилась существенное отставание московии в области грамотности образования особенно светского то есть основная масса жителей были неграмотными за исключением духовенства там знати да и то не все и между тем в укреплении государства потребность вот в грамотных знающих людях очень раз очень сильно росла нужны были не только священники и монахи но врачи аптекари строители архитектор и художники квалифицированные ремесленники поэтому конечно приглашали иностранцев число которых особенно умножилось в москве при василии третьем называли их немцами то есть немыми они потому что не умели говорить по-русски а затем это имя конечно закрепила за жителями германиями и целого ряда других стран ликвидировалось отставание от запада в области просвещения и этому препятствовали два обстоятельства первое это государство которые были враждебные относились к москве они опасались усиления москвы и старались не пускать в нее грамотных ученых людей а второе обстоятельство то что православная церковь тоже не приветствовал приезд иностранцев они боялись искажения чистоты православной веры то есть сложились такие черты заметно отличавшие русских и иностранцев по внешнему облику одежде образу жизни которые сразу бросались в глаза понимаете то есть не при петре первом у нас пробиться окно в европу и начнут какие-то изменения нет это намного раньше происходит русские обнаруживали редкую восприимчивость к достижениям любой культуры больше проявляли удивление скажем так любознательности чем ненависть к чужакам и сам василий третий например при дворе которого было немало иностранцев и он бороду брил и западные какие-то диковинные изобретения очень любил понимаете но а какой ненависти может эти речи мы и сегодня не испытываем особого пренебрежения к иностранцам я даже не сомневаюсь в этом урок получился объемным но я надеюсь что вы и историю вспомнили и с географией немножечко разобрались